Думаю, что ни для кого не секрет и никакое не чудо, что пастор радуется, когда люди приходят на богослужение. И такая радость в моем сердце сегодня утром. Я рад вас видеть, и я рад, что так много таких истинных детей Божьих, которые ищут своего Господа, которые идут вместе с другими Божьими детьми, и которые оценивают это чувство плеча и содружества с другими детьми Божьими. И здесь ты можешь почувствовать, как это важно, что ты любишь Господа, что ты здесь вместе со всеми годами. Зимой и летом снег идет, или сухость, и чтобы не было за окном. И что бы ни случалось, вокруг сцены падают и поднимаются, и меняются правительства. Но ты остаешься Божьим ребенком, ты остаешься верным своему Господу, ты своим присутствием здесь свидетельствуешь. Может быть, кто-то тебя очень добросовестно следит за тобой, и для кого-то это очень важно. И это наше личное свидетельство, и самое сильное, что мы можем оставить в этом мире, это наш рассказ жизни. И я приглашаю тебя не прятать это и рассказывать, как идет наша жизнь. И поэтому я еще раз скажу, мне очень радостно видеть тебя сегодня здесь, ты в правильном месте. Да, так нужно делать. Да, тебе нужно приходить не на это человеческое мероприятие. Я абсолютно верю, что это Господь, который привел нас сюда, в это место. И это Его план, чтобы эта церковь была рождена в такое сложное время. И все эти начальные процессы были очень сложными, но это сложности несравнимы с тем, какие сложности будут идти потом. Но Господь нас провел через все это, удивительно, в победе. И мы верим, что у нас еще долгий путь здесь, и я хочу, я очень хочу остаться верным от всего сердца. Мой сын сказал эти слова на прошлой неделе где-то, что он готов умирать за Иисуса. И вы знаете, и во мне, и это, конечно, никакое не чудо, когда пастор говорит такие слова, но это то, что, Господь, я хочу быть верным Тебе до конца, я хочу остаться вере. Не просто вытянуть свою жизнь кое-как, но я хочу оставаться Твоим учеником и Твоим ребенком. Ты не забетонировался в своих каких-то убеждениях, но учи меня идти верным с Тобой до конца. И мы можем друг друга видеть, поддерживать друг друга, верить вместе и переживать вместе многие победы. И я очень рад, и я хочу воздать тебе аплодисменты, что ты здесь. И без сомнений привет тем, кто не может быть здесь сегодня и которые не смогли сюда приехать сегодня. Мы знаем, дороги заснежены, и они не могут сюда добраться. Но мы от всего сердца верим, что вы, где бы вы там ни находились, Господь может дотронуться до вас. Господь велик, Он работает безостановочно, и Его царство идет, расширяется повсюду, по всему миру. Что это значит? Это значит больше спасенных, исцеленных и освобожденных, больше людей со спокойным сердцем, со спокойным сердцем о будущем. Это то, что может пережить сегодняшний мир. Это самое лучшее. Но сегодня, мой дорогой друг, я не знаю, был ли ты здесь на богослужении в прошлое воскресенье, я хочу сказать, я сидел, и временами мое сердце вибрировало благодарением Господом, эти песни про славление, все, чем мы наслаждались. Это было потрясающее богослужение. Здесь был этот огромный хор. Возможно, это ничего такого, и я пережил единственные такие чувства, но я пережил эту энергию от этих молодых людей, которые здесь были на сцене, которые славили Господы, и всем своим сердцем и душой хотели чествовать Господа. И там было присутствие Господа, и был Святой Дух, и была такая человеческая, позитивная энергия. Я думал, Господь, это то, это идеальное богослужение. Я так для себя это обозначил. Это идеальное богослужение. Мы празднуем Воскресение Христа. Разве это не чудесно, что нам не нужно идти куда-то там, в святое место на кладбище, и там ставить свечки, и 24 часа стоять в почетном карауле, как на кладбище бывает, воздают славу умершим. Но нет, у нас нет такого кладбища, слава Богу. Нет у нас такого кладбища, где мы должны стоять. И это фантастически. Есть в Иерусалиме, я думаю, вы тоже, может быть, были там, два места, традиционное такое место, куда идут огромное количество экскурсий, и они целуют этот камень, которые целуют камень, на котором якобы лежал Иисус, и они целуют этот камень. Когда я зашел туда, я как-то ничего мне не напоминала о Иисусе. Мне кажется, это больше напоминало музей, или скорее эту пещеру, где ангелы сказали женщинам, что вы ищете мертвого среди живых? Он жив! Он жив! И еще одно место, где найдена пустая могила, и историки пытались все это высчитать и понять, и, скорее всего, это адекватное место, где мог бы быть похоронен Иисус. Я был там, и там у меня было такое ощущение, что здесь вот это самое настоящее место. Господь защитил нас от этих всех золотых куполов, колоколов и икон. Здесь там просто исторически пустая могила, пещера. В то время сделать пещеру погребальную и никого там не похоронить мог позволить только тот, кто был очень богат. И я там был на этом кладбище, и я видел, что это кладбище пусто, там нет никого. И мы празднуем, вы знаете, мы праздновали прошлое воскресенье. И я думаю, да, конечно, мы праздновали воскресенье Христа, и все, весь мир праздновал, и, как мы знаем, наш президент праздновал, и так далее. И все было очень хорошо. И я тогда пришел к выводу, что люди празднуют воскресенье Христова всю свою жизнь. Мы всю жизнь празднуем, как мы это открываем, как он вошел в нашу жизнь, как он... Как только мы узнали об этом, мы всю жизнь это празднуем. И на самом деле у христиан вся жизнь это один сплошной праздник. Вы со мной не согласны? В это воскресенье мне хочется напомнить, что мы живем такой чудесной жизнью, в которой так много радостей. Скажи, радости. И традиционные христиане ассоциируются с чем? С чувством вины и слезами. С Виа Долороса. Это путь страданий. Но в Библии нигде не написано, что нам нужно идти в путь страданий. Да, нам нужно страдать за Христа. Но знаете, по-моему, когда мы верим этим библейским концептам, тому, чему Иисус сказал, то христианам надо осознать, что мы живем самую радостную жизнь из всех возможных. И сегодняшнюю проповедь я назвал так. прекрасная двойная жизнь. Нет, извините, чудесная вдвойне жизнь. на обеденном перерыве двое рабочих едят то, что взяли из дома. Ничего особенного там нет, какой-то хлеб с маслом. и один из рабочих такой грустный, что-то думает, такой тяжелый, а второй говорит, эй, что с тобой? Что ты сегодня такой не в своей шкуре? И этот Ест такой грустный и говорит тому, товарищу, тебе никогда не приходило в голову, тебе не казалось никогда, что твоя жена живет двойной жизнью. Второй тоже жует и говорит, всю жизнь она живет двойной жизнью. она живет мою жизнь и свою жизнь. Ему не кажется это чем-то особенным. Я чувствую в зале такое настороженное. Ты ходишь по тонкому льду. Но знаете, я вам скажу, я не мог наблюдать за многими женщинами, но я вижу, что женщины могут жить одновременно несколько жизней. Они могут жить свою жизнь, каждого своего ребенка жизнь. И они могут жить жизнью своего мужа. Они так много думают об этом. И тогда я стоял перед Господом и говорил, Господь. Удивительное создание женщины, которые могут одновременно так много держать в фокусе. Я не могу про всех сказать. Может быть, я один такой неталантливый мужчина, которому дали только одну мину. Помните, как Господь дал одну мину? И ты так стараешься, старательно прожить эту одну жизнь. А кто-то? Кто-то фокусируется на многих вещах. Слава Богу за наших женщин. Может ли ты воздать Господу? Господу, славу за это. Многие женщины. И здесь сегодня... И я хочу сказать, что мы все живем двойной жизнью. Все-таки двойной жизнью название, извините. Ну, какая двойная жизнь? Ну, во-первых, мы живем ту жизнь, которую живет каждый человек в этом мире. У нас есть эти радости, которыми радуются все другие люди. Разве они не радуются тому же солнцу и тому же прекрасному голубому небу? Ну, всем. Нет, этому нельзя радоваться, и мы начинаем молиться на языках. Нет, конечно. Я верю, что Божье Слово учит нас другому. 1 Тимофея 6, 17, 17 стих. Я прочитаю 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Кто сказал, что Господь говорит, только не смейся, христианин не должен радоваться, не должен восхищаться, не должен наслаждаться солнцем, морем и птением птиц, не может наслаждаться музыкой? Христианин этого не может делать. Ему нужно думать, что после смерти все будет хорошо. Конечно, я немножко иронизирую, вы понимаете меня, но Господь дает нам все обильно для наслаждения. Мне нужно прочитать дальше, чтобы они благодетельствовали, богатили добрыми делами, были щедры и общительны, собирая из себя сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. И есть все-таки такое, что это не все. И все же я верю, Господь, что Господу нравится, Он позволяет нам наслаждаться этим миром. Весной, ах, как это прекрасно, я чувствую это. Солнце сияет, как это прекрасно. Начали появляться почки, как это прекрасно. Господь, спасибо Тебе за это. Спасибо, что Ты позволяешь нам всем этим наслаждаться. И это то, чем наслаждается каждый человек на этой планете. Что-то хорошее, что-то красивое, что-то прекрасное, что-то гармоничное, что-то удалось. Господь нам всем это доставляет какую-то радость. Итак, мы живем этой жизнью. И в то же самое время мы все отмечаем, что Иисус нам об этом очень четко говорит, что в этом мире есть вещи очень нестабильные. Скажи, нестабильные. Это было неделю назад в одну ночь я видел сон. И этот сон иногда Господь обращается ко мне во сне, и я очень серьезно отношусь к этому, потому что я их вижу очень-очень редко. Но в этом сне я видел, когда-то Вы видели, может быть, одна ситуация, ты наблюдатель со стороны, вторая ситуация, ты опять наблюдатель. Ты все время вроде как там, но ты не наблюдаешь, но тебя не видят. И я вижу ситуацию, которая, что в государстве ужасная паника. Некоторые вдруг понимают, что надо что-то взять самое лучшее, что у тебя есть, и быстро собраться, очень короткое время, и куда-то надо быстро убегать. И люди, когда констатируют, что им нужно собраться, им не на чем ехать, скажем, есть машины у дома, но в ней нет бензина, и они быстренько едут на заправку. те, которые тоже должны там работать на этой бензоколонке, они тоже собираются, и они бросили станцию и побежали собираться домой. И тогда люди едут на одну, другую заправку и не могут наполнить свой бак. И ты, соответственно, не можешь никуда уехать, у тебя окончится бензин. И это рождает ужасную панику. Каждый начинает искать всякие ценные вещи, начинает их собирать. И там был такой шрум-бу-рум, что они прячут друг от друга вещи, которые пытаются взять с собой. И все это было близко к ужасу. и эти люди, многие использовали это время хаоса для того, чтобы кого-то ограбить, которые шли без комплексов и брали с силы то, что хотели. И вот такие какие-то сюжеты я видел в этом сне. И вдруг я вижу дом, в котором все сидят и не делают ничего. И тогда я про себя понимаю, что эти люди поняли, что это паника, в ней ты не можешь сделать ничего. И они просто не делают ничего. И я про себя подумал, как бы было, если бы мне нужно было подготовиться, чтобы я не впал вот в такой водоворот паники и не сделал бы еще хуже для себя. Я верю, что Господь защитит нашу землю. И когда-то какое-то время назад я видел видение, что у границ Латвии будут стоять русские танки с работающими двигателями и ждут только сигналы. И вся эта ситуация на этой земле, что будет здесь ужасная паника. И почему я это рассказываю? Я просто хочу напомнить это ощущение, что на этой земле у нас есть какая-то радость, что нам удалось, чтобы нам удалось построить и заработать. Но это настолько все нестабильно, что глядя на то, что происходит в мире, мы это сейчас все прекрасно понимаем. И с одной стороны мы живем этой обычной жизнью, обычного человека. И если это все, то мне хочется напомнить еще раз слова Павла, 1 Коринфянам 15, где он говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы самые ничтожные. Если Иисус не воскрес, он говорит об этом, но Иисус воскрес, и нам нужно помнить о каких-то еще радостях, о еще какой-то жизни, в которой мы живем, и это та жизнь, которую дал нам Господь, и эту жизнь, которую нам дал Господь. И у нас есть еще некая жизнь, и это прекрасно, и чудесно, и мы знаем Римлянам 14, 17, ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе, Римлянам 14, 17. Он говорит о самых главных категориях важных. И я хочу напомнить, иногда мы пропускаем, это какое-то время назад мы говорили о мире Божьем, что в его царстве мир без конца. Но Иоанна 14, где говорится о мире, мир оставляю вам, говорит Иисус, мир мой даю вам, свой мир, Иоанн 14, 27, какой мир, Божий мир, мир, тот мир, который находится у Господа, и который мы можем принять только верой. И мне кажется, это относится и к тому, когда Он говорит о радости, когда говорится о том, что Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. Все эти естественные радости человеческие, я верю, что Он говорит о Царстве Божьей и о той радости, которая больше того, что может дать нам мир. И поэтому я хочу напомнить Иоанна 15, 11 стих, где Иисус говорит похожие слова. «Сие сказал я вам, да, радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенно, Иоанна 15, 11». В его словах есть радость, так же, как и в его словах есть мир. Принять эти слова и позволить им жить в нас, мы получаем мир и получаем радость. «Скажи радость, зафиксировал ли ты моя радость? Какая моя радость? Божья радость? Это не то, что зависит от обстоятельств, не то, что зависит от ситуации, это как и мир. Иисус говорит, не тот мир, который дает вам окружающий мир, когда все хорошо, все получилось, мы получили все ответы и все спокойно. Но Иисус говорит, я не такой мир вам даю, я вам даю мир, который независим от обстоятельств. И так же он говорит о радости, что в христианской жизни может быть радость, когда нет солнца, когда не тепло, когда не поют птицы, когда то, что радует весь мир, оно не радует христианина, но в сердце христианина может быть радость. По крайней мере, он может это взять и жить в этой радости. Апостол Павел временами писал, радуйтесь, еще раз скажу, радуйтесь, но поймите, что это глагол. Я не помню эту ситуацию, но где-то я слышал такие слова, когда люди находились в трудной ситуации, и кто-то ему старался помочь, и говорит, дыши, дыши. Я слышал, когда мотоциклисты, которые едут по трассе, или в машине ехали, по рации, возможно, они видели их биологические показатели, их показатели шли вниз, и ему по рации говорят, дыши, дыши, ты забыл дышать. И это то, что говорит нам Библия, радуйтесь. В Библии сказано, что радость в Господе делает нас сильными. Если мы не радуемся, возможно, мы теряем какую-то силу, которую Господь нам дает, но мы живем, если в ней, и побеждаем то, что предопределено в Царстве Божьем. И поэтому сегодня я стараюсь показать пару мест Писаний, которые очень конкретно говорят о вещах, о которых мы можем радоваться с тобой, даже если снаружи холодно, промозгло, и солнца нет. И если сегодня объявят, что лето не будет, и сразу наступит осень. Итак, местописание, которое хочу напомнить вам, местописание Лука 10, где Иисус говорит такие слова Своим ученикам. Не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Мы можем упростить этот текст. Не радуйтесь тому, что вы делаете для Господа, но радуйтесь тому, что Господь сделал для вас. Это монолит, это стабильность, это никогда не пройдет. То, что Господь делает для вас, радуйтесь об этом. Я очень надеюсь, что ты воспользуешься моим советом и советом Господа, и, по крайней мере, начнешь тренировать свою традицию, радоваться об этом. И первое местописание, которое говорит нам об этих вещах, 1 Петра 1 глава 3-4 стих, 1 Петра 1-3-4. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к купованию живому. И опять мы говорим о воскресении Иисуса, что Он в этом воскресении родил нас или возродил нас, и мы называемся новообращенными или рожденными свыше, рожденными еще раз. Ты же помнишь, что ты не только родился в том году, который записан у тебя в паспорте, но ты родился еще раз. Ты новообращенный и в тот раз ты был рожден от Господа. Ты был рожден от Господа, у тебя есть гены Бога в твоем духе, и ты такой же, как Иисус, такой и ты. и это воскресение Иисуса еще раз родило нас с живой надеждой, с живой надеждой. Надежда это что-то, на что мы смотрим, радуемся и ожидаем радостно чего-то. Например, одна семья ждет ребенка и молится, например, как Сара. И как вы думаете, вот они ждали столетнего ребенка, и они ожидали, как они думали, как он скажет мама, как он побежит по той пустыне, где мы живем. Была ли такая надежда у Сары? Надежда это, тебе кажется, что-то такое очень простое, когда ты поедешь зимой куда-нибудь в теплые страны в отпуск. Было когда-нибудь у кого-нибудь такое? У трех людей, у четырех. Ну, слава Богу. Все-таки есть такие. Спросите у того, кто никогда такого никогда не было. Спросите у этих людей, как это. И это практически дает тебе силы зимой работать, потому что ты знаешь, что через неделю или через две, через три ты смотришь на билеты, все ли там в гостинице, и ты видишь, там написано «Солнечный берег», «All included», и там написано, что надо брать с собой всякое оборудование для отдыха и ныряния, и летания. «И что это делает с тобой?» «Ты думаешь, фу, опять надо будет куда-то ехать». «Нет, это какая-то надежда, какое-то тепло в твоей душе, да». А если у тебя есть брошюра, помните, когда не было интернета, ты приходишь к агенту по путешествиям, дают тебе буклетик, и там на первом месте была такая фотография, и ты думаешь, ну это нереальность, это, наверное, небеса. У вас никогда не было такого? Я помню, я смотрел и дрожащими руками держал, не может быть, что мы туда попадем. И мы были там, и действительно эта вода такая теплая и голубая, и действительно там все вот так вот. и все эти зонтики именно такие, как они там были нарисованы, да? И как это греет? И он говорит, живой надежде. Он родил нас для живой надежды. Это то, что будет гореть в твоем сердце. Ну да, я как-то об этом не думал. Как бы дотянуть до кладбища? Ты дотянешь. Единственное, что я могу тебе обещать, до кладбища ты дотянешь. Еще нет ни одного человека в этом мире, который остановился на середине пути до кладбища. Все туда попадают. Об этом не надо волноваться. Но он нам дает живую надежду двигаться дальше. Так почитаем дальше. К наследству нетленному четвертый стих, к чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Что написано в вашей Библии для вас, а у меня написано для тебя? Не, не, ну, конечно, в Библии тоже написано для вас. Вы видите нетленному, чистому, неувидаемому, нетленному, чистому, неувидаемому. Как-то кажется, что-то ждет нас, ждет нам такое чудесное. и какой-то день тебе кажется, я хочу быть истинным христианином, у меня что-то не получилось, у меня ничего там не сложилось, и я не знаю, как мне дальше. Что меня там ждет? Неотленное, чистое и неувидаемое. И что? И что наследство? То есть пьедзимис, ты рожден римлянам 8, Павел говорит, вы не получили раб рабское наследство, но если мы дети, то мы сонаследники, божьи наследники, божьи наследники. Это не просто какое-то какое-то хозяйство, которое не сгораемое и стоит где-то там у Бога на чердаке. Нет, ты наследник Бога, и если ты сонаследник Бога, то ты сонаследник Иисуса, с Иисусом. А, нет, Иисус там где-то там высоко, а ты там маленький внизу. Нет, там сказано, что ты сонаследник Иисусу, что ты Божий ребенок. Какая религия забрал у нас это, украл у нас, сделал нас вот такими нытиками. Пожалуйста, пусти меня на небеса. Ну ладно, давай. Но так вот сиди вот тут возле двора и заходи дальше. Нет, Он называет нас детьми. Он называет нас дочерьми и сыновьями. Он не дал нам дух религиозного рабства. Он сказал, что мы дети. Эй! Когда мы в нашей семье купили первую собственность, наша первая недвижимость была холодильник снайги. И я говорил, это должно остаться нашим детям. Это их наследие. Но я не знаю, где этот холодильник, слава Богу. Но моему ребенку я хочу, чтобы мое сердце горит, что я хочу дать своему ребенку самое лучшее. И я между очень достаточен в этом достаточен в этом смысле. Моя жена более страстно в отношении своих детей. Если вы, будучи злым, даете своим детям, насколько Господь будет более счастлив. Что будешь дать тебя и меня на небесах? Отец, папа, это твой сын. Он так хочет. Он заплатил чудовищную цену. оживил нас через смерть Иисуса для живой надежды. Когда в мире все рушится и люди тебя отвергают и ничего не происходит так, как должно быть. И ты находишься в туннеле и видишь свет. И ты понимаешь, что это всего лишь очередная электричка. У тебя есть живая надежда. тебя ждет хранящееся на небесах для тебя нетленное, чистое и неувидаемое наследство. Аллилуйя. И здесь в этом смысле ты и апостол Павел абсолютно эквивалентны, абсолютно одинаковы. дети. Аллилуйя. Ты меня не знаешь. Хорошо, что я тебя не знаю. Хорошо, что ты меня не знаешь. И у меня есть недостатки. Спроси у моей жены, она тебе расскажет. Нет, она обещала, никому не скажет про мои недостатки. это наша семейная тайна именем Иисуса. Я хочу сказать, что дети Господь сложил нас в одну категорию. Это мои дети, мои сыновья и дочери, и их ждет нетленное, чистое и неувидаемое наследство на небесах. Аллилуйя. Радуешься ли этому? И заметь, что он говорит о том, что это совершенно противоположно тому, что существует здесь. Все может быть украдено, испорчено, или ржавчина может съесть, или вор может украсть, или моль может съесть. И в этом смысле ты будешь абсолютно в другом, по-другому на небесах, чем здесь. Но есть еще некая вещь, о которой нам нужно радоваться. Послушай внимательно. Возможно, ты не заметишь этого, но когда я прочитаю следующие стихи, и ты наверняка захочешь что-то сделать. Лука 6 глава, 22 стих. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, обзовут вас сектантами, и не пригласят вас на свою вечеринку, потому что вы не пьете, и они думают, что вы какие-то святые, да, да, святые, я знаю. Послушай, что там написано дальше. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь. Что? Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь. Вы только что прочитали, что Иисус сказал, танцуйте. Разве дети Божьи танцуют? Иисус нам сказал в тот день. Какой день? В тот день, когда возненавидят вас люди и отлучат вас, и будут поносить. Когда вас отлучат, возненавидят и узнают, потому что вы носитесь со своим Иисусом, ну да, да, у меня нет никого. Иисус сказал, что тебе нужно делать? В тот день возрадуйтесь и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Там было наследство, единственное, что, у тебя есть наследство, как у Божьего ребенка, но здесь он говорит, но когда ты переживаешь ненависть и отлучение и какие-то потери ради Иисуса, тогда в этот день что тебе нужно делать? Тебе нужно учиться танцевать. Наверное, нам нужно завести курсы, что мне надо делать, когда меня говорят про меня плохо, когда меня обзывают и смеются надо мной, как я исполняю Божьи слова, он говорит, возрадуйтесь и возвеселитесь. Да, мне легко сказать, какая причина, почему ты возрадуешься, не потому, что ты такой радостный, а потому, что награда, там написано награда, награда, какая, велика вам награда на небесах, потому, что так поступали с пророками отцы их. Я думал, что перед пророками все снимали шляпу и кланялись. Нет, мы сталкивались с тем, что пророков не понимали и не хотели их слышать и видеть. У пророков не было легкой жизни, и мы тоже из этого же теста сделаны. Когда ты столкнешься с этим, когда тебе говорят, ты слишком честный, или ты такой листикой, или ты несешь твое десятину в церковь, и мы не дадим тебе ничего от себя, тебе нужно сказать в тот момент, Господь действительно я сейчас стал богатым, потому что ваша награда на небесах и она велика, и так делали и пророки. Наследство и награды небеса. Есть ли такое, что мы не радуемся этому, мы думаем, ну да, да, но это так далеко, да, ты думаешь так далеко? Ты думаешь так это далеко? А мне кажется, человеческая жизнь и как поездка на американских горках, ты еще не понял, где ты есть, и она заканчивается. Те, кто в начале пути, не смотрите на, и не думайте, что ваша жизнь будет долгой, скучной, длинной. Нет, это все раз, раз и быстро. Те, кому больше 60, поднимите, поднимите свою руку. О, я побеждаю. Да, жизнь, раз, 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 и стоп. Все. Выходи. Я еще не хочу. Именем Иисуса, Аллилуйя, я благодарю, я пропустила это. каждый раз, когда я страдаю за тебя, когда я не должен плакать и кусать пальцы, почему меня все отвергают. Нет, я буду радоваться, потому что моя награда на небесах будет велика. И еще немножко послушайте такие сладкие слова, я их перечитываю время от времени. я читаю Иоанна 14 глава сначала. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. у тебя будет место, куда ты придешь. Иисус, и это меня больше всего может быть это неправильно, но у меня такое есть ощущение. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, третий стих, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Это значит, что ты не будешь где-то в фигмахе. или в какой-то палатке и где-то между галактиками на каком-то сквозняке межгалактическом он будет там, он будет там, и ты будешь там. Он сказал, я пойду и устрою нам место. То тот мир, где мы живем, где нам не всегда нравится, он сделал за шесть дней. А он уходит и говорит, что он две тысячи лет готовит нам обитель. Например, в моем случае, я сорок лет с Господом и он готовит все эти сорок лет обитель для меня там. И он говорит, когда будет готово. И если вы в один день узнаете, что Господь, что Вилнес уже там у Господа, значит, нам все уже готово. Иисус говорит, я иду приготовить себе место. И там много места. Это не значит, будет такая маленькая квартирка с состоящим местом для спанья. Или такая, знаете, как гробы, куда ты там залез в свой гробик и спишь. Спать нормально, но больше делать ничего там не так там не будет. Это нечто. Там много места. Те, которые привыкли к однокомнатной квартире, пожалуйста, будьте вовремя, чтобы Господь приготовил для вас, что Он вам сделает что-то такое противное клаустрофобии. И Господь скажет, я тебя предупреждал, там много места. И когда мы думаем об этом, я буду читать книгу Откровения, 21 стих, Господь показал это Иоанну, чтобы мы могли это прочитать и насладиться этому. И чтобы ты мог посмотреть на этот буклет рекламный и сказать, да, я туда иду. Что мы читаем в 21 Откровении Иоанна, 21.1. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Что? А-а-а-а. Видите, когда мы читаем самое начало, когда Господь создал небо и землю, тогда не было еще моря, там были реки, возможно, там были озера, но морей не было. вокруг этой земли, может быть, видели Копленда разговор с учеными, как водяной купол, который создавал такой очень благодатный климат для плодородия. и вот он создал новое небо, новую землю, видимо, опять будет вот это вот. Мне ассоциируется с этим оригинальным строением. Возможно, мы попадем с тобой в этот райский сад, где ходили Адам и Ева. И мы увидим то, что мы пропустили, потому что мы родились в это время милосердия много лет спустя. Хотела ли бы ты этого? Я нет, Виланс, я здесь тут в ботанический сад, а лучше поеду погуляю. Там тоже есть у нас очень хороший ботанический сад, но новая земля и новое небо. И второе, и увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста. Господь сказал, я пошел приготовить вам место, вот это место, и ты там будешь. Новый Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я третий стих, громкий голос с неба, говорящий, сиськиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Господь будет сам с ними. Я знаю, ты думаешь, иногда я разговариваю с пасторами, но нет там никакого наслаждения. Я хочу напомнить тебе, я не Господь, я надеюсь тоже быть там в том месте, я надеюсь там находиться в Божьем присутствии. Мы читаем в Библии, что Моисей это пережил, и он сказал, я хочу еще, покажи мне еще. Мы читаем на горе просветления, где Иоанн, Петр и Аков, троем они там были, они говорили, мы хотим здесь остаться. Когда ты и я, мы будем в присутствии Господа, вы не будете спросить, а где здесь можно поплавать, а где здесь у вас горы? Я тебе обещаю, дорогой друг, то восторг, радость, гармонию, такое в хорошем смысле, экстаз, ты никогда не переживал, ты не был никогда в этом месте, тебе понравится там быть, то, что Господь для тебя будет находиться возле тебя, вау, годы, как секунды будут пробегать мимо, но тебе будет недостаточно, ты будешь с ним, и послушай, мы еще не закончили, и отрет Бог, и сам Бог с ними будет Богом их, 4 стих, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни... Возможно, быть, у тебя в жизни что-то не удалось, и у тебя боль об этом, может быть, ты допустил много ошибок в своей юности, у тебя болит это, и ты несешь это с собой, и тебе кажется, что это останется с тобой навсегда. Возможно, кто-то сделал так больно, что ты с трудом простил его, но рано это все еще есть, но ты же простил, позволю мне тебе напомнить, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и это значит, что Он ответит на все ответы, ты будешь услышан, и у тебя эти тяжелые и незаданные вопросы, ты получишь ответы, и это сотрет все слезы с твоих глаз, и смерти не будет уже разделения с Господом, и ты не захочешь с Ним разлучаться, и это будет нечто, не будет ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, Господь, я хочу видеть этот пейзаж, я хочу жить в живой надежде, я хочу не забыть, что я живу здесь, эту маленькую жизнь на этой земле, спасибо тебе за весну, за птичек, за голубое небо, за прекрасное время, спасибо за мирное небо над моей головой, над моей землей, но спасибо тебе, что твое воскресенье родило меня, родило и я рожден для той жизни, которую мне дает Господь, как Божьему ребенку, как Божьему ребенку, как спасенному, как ученику Иисуса, как наследнику Иисуса, я так благодарен Я хочу там быть именем Иисуса, я вижу себя там, я хочу быть там, я доверяюсь Господу, что благодаря Его заслугам я туда поплыл, и я не стесняюсь этого, я люблю Его. Господь, помоги нам жить своей жизнью и не забывать, что мы необычные люди, помоги нам помнить, что мы рожденные от Господа, что мы рожденные с небес, не от плоти и крови, не от плотских желаний, но от Господа. Аллилуйя. Помоги мне это помнить, помоги мне радоваться этому. Видишь ли, Господь говорит, не радуйся о том, что вы сделали. Это настолько но радуйтесь о том, что Господь для вас сделал. Мой дорогой брат и сестра, возможно, быть, по природе своей ты спокойный и ты такой интроверт. Начни радоваться там внутри себя. Я как-то слышал, что когда человек смеется, Господь не знает, мозг, извините, не знает, это искусственный смех или это искренний. Может быть, ты не чувствуешь этой радости, но ты можешь все равно радоваться. Спасибо тебе, Господь, за вечность, за наследство, спасибо за это нетленное вечное наследство, которое ждет меня там, на небесах, благодаря тебе. Я благодарю каждый раз, когда могу свидетельствовать о тебе, каждый раз, когда я могу страдать о тебе, я славлю тебя, чествую тебя, я благодарю за то, что ты готовишь мне обитель на небесах и я хочу попасть туда. Аллилуйя.